Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Женщина и маленький ребенок погибли в Барнауле при обвале потолка. Подробности трагедии. Спасти юбилейные общественники просят найти известному парку хозяина. Бобры, водка и драконы. Как прошел день спортивного журналиста на Грибном канале. Власти Барнаула окажут помощь в захоронении погибших при обрушении потолка. ЧП произошло в воскресенье утром. Завалы унесли жизни двух человек. Причина происшествия уже установлена. Дом слишком ветхий. Ему почти век. Женщина из соседней квартиры пояснила, что и она, и погибшая строили себе новую жилплощадь, но не успели этого доделать до ЧП. Подробности у моей коллеги Анастасии Дороган. Позле ЧП этот дом практически нежилой. Утром в воскресенье в одной из квартир рухнул потолок. Под завалами погибли 61-летняя женщина и ее 4-летний внук. Сын женщины, которого мы встретили, был немногословен. Еще троим детям, гостившим у бабушки, оказана медицинская помощь. В настоящее время следователи из КАБыясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Малка провисла. Мы с детьми пока переехали временно на кухню. Сейчас вот разъезжаемся по родственникам. Евгения из соседней квартиры. Обещает, что ее многодетная семья съедет к вечеру. Здесь небезопасно. Говорит, дома почти век. Год постройки по документам 1927. Она здесь живет 4 года. И когда делали первый ремонт и сняли гипсокартон, ужаснулись состоянию. А вот эту часть мы даже не скрывали. То есть, может, так посмотрели. Тут все из глины, да? Все очень старое. Уже несколько лет Евгения строит новый дом на этом же участке. То же самое, говорит, делала ее соседка, чтобы перебраться из ветхого жилья. На этих фото видна пристройка. Но не успели. У калитки двора мы встретили представителей центральной администрации. Но давать комментарии они отказались. По словам женщины из соседней квартиры, здесь было уже несколько комиссий. И речь может идти о материальной помощи. Большего от администрации и не ждут. Ведь дом – частная собственность. И его жильцы не подавали документы, чтобы признать аварийным. Комментарии там читала в пабликах «Инцидент-22». Но Барнаул-22 закрыли, конечно, там комментарии. Я просто, ну, я понимаю, что это наша вина. Но это мы просто, как предоставили информацию для других. Вы смотрите, у нас такое горе. Вы смотрите, посмотрите, задумайтесь, залезьте на крышу. Следком города возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По последней информации, барнаульские власти обещали помочь в организации похорон погибших. Анастасия Драган, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжим. Тысячи жителей Барнаула и пригорода останутся без газа на несколько дней. С завтрашнего дня и до 9 июля ресурсовики будут проводить работы на распределительном газопроводе в районе улицы Герцена. Временные бытовые проблемы коснутся жителей нескольких поселков. Лебяжи, Южного, Бельмесева, Борзовая заимка, а также ВРЗ, Булыгина и Гора. И к другим темам. Выбросил мусор из окна авто, будешь платить. Теперь на это есть основания. В России приняли закон о такой ответственности. Для Барнаула проблема не стоит остро. Опрошенные нами автомобилисты считают, что не видят подобного на дорогах. Но ведь мусор там откуда-то берется. Что будет грозить за неэкологичное поведение? Расскажем далее. Будем честными, так нередко поступают водители авто и их пассажиры. Мол, мусор образовался, пакета, чтобы его сохранить до урны нет. Поэтому легкий путь просто открыть окно. Но за такую безответственность скоро придется платить. В Госдуме принят закон о мусоре, который выбрасывают из машин. Законотворцы решили бороться не просто с несанкционированными свалками, а с конкретным процессом появления мусора. Сейчас гораздо чище стало, чем раньше было. А кто тогда мусорит вдоль дороги? Ну, автолюбители, видимо. Может, не и наши, не Барнаульцы, с проездом которые. Никто из запрошенных нами не сознался, что видел акты экологического вандализма. И все же мусор откуда-то берется. По словам Барнаульцев, самые в этом плане неуютные места. Пляжи, леса, частный сектор. Остановка «боровая» там вообще «идеальная» в кавычках. Показатель того, насколько у нас народ не воспитан. Там просто площадка усеяна салфетками влажными. А теперь салфетка должна повлечь ответственность. Пока непонятно, достаточно ли будет одной салфетки или целой пачки, известно, что градация падет по габаритам нарушителя. Так, водители легковых авто заплатят максимум 15 тысяч, в то время как дальнобойщик – 60. Штраф для юрлиц автоматически выше и может дойти до 120 тысяч рублей. В документе говорится, что фиксировать выброс мусора будут камеры, фото и видеофиксации. И, судя по сайту, вот на то инспекции в Барнауле таких 78. Но расположены они на перекрестках или в черте города. Много злачных мест существующие камеры не раскрывают. А установка нового комплекса стоит несколько миллионов рублей. Станет ли их больше? В это время барнаунцы предлагают другой, более дешевый метод борьбы за чистоту. Были бы какие-то мусорные контейнеры, возможно, люди бы постепенно приучались к тому, что доехать пару сотен метров, и ты выбросишь этот мешочек с мусором из своей машины. А у нас получается, что, в принципе, ты либо мусор будешь в машине складировать, либо ты будешь выбрасывать его через окно. Кстати, за нарушение предполагается не только штраф. У должностных и юрлиц при повторном инциденте могут даже конфисковать авто. Кстати, мусор мы за собой убрали не потому, что штрафа, а потому, что для мусора существуют спорные. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Просроченные долги жителей края будут списывать автоматически без участия судебных приставов. В силу вступили новые правила работы Федеральной контролирующей службы. Нововведение заработалось 20 июня. По нему меняется механизм списания долгов с россиян. Теперь за просрочку по обязательным платежам, будь то штрафы ГИБДД, кредиты или алименты, списать деньги могут и профильные ведомства без участия судебных приставов. Соответствующая информация об этом будет поступать из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Стоит отметить, что данные изменения не отменят льготного срока для добровольной оплаты штрафа и возможности их обжалования. После взыскания задолженности все установленные ограничительные меры будут отменяться также в автоматическом режиме. Эксперты отмечают, автоматизация процесса взыскания долгов должна упростить работу приставов. Последние сейчас перегружены исполнительными производствами. Одному сотруднику приходится вести до сотни дел. С другой стороны, отновшества должны выиграть и сами должники. Списывать долги станут быстрее, соответственно, быстрее будут и закрывать исполнительные производства. Единственный нюанс. Первое время, пока межведомственное взаимодействие не отработано, не исключены ошибки. Добавим, предупредить о списании долга должно оповещение на сайте госуслуг, и деньги не вправе взыскивать социальных выплат, пенсий, пособий и так далее. В Барнауле готовятся к отопительному сезону. Например, прямо сейчас идут работы на тепловой сети, к которой подключены более двухсот многоэтажек. Кто контролирует работы и сколько всего участков в этом году попадут под перевооружение, расскажем далее. От этой теплосети на улице Георгия Исакова зависят тысячи людей, а именно их комфорт. К участку подключены жилые дома, школы, больницы. Сеть ввели в эксплуатацию еще в 1977 году. За последние три года здесь уже произошло шесть повреждений, поэтому ремонт был неизбежен. На объекте проводят замену участка трубопровода протяженностью 200 метров. Все работы находятся на контроле. Депутаты партии «Единая Россия» каждый год по собственной сети, можно сказать, участвуют. Именно в контроле, в ходе работы, в подготовке к зиме. Мы не только выезжаем, смотрим глазами, мы фотографируем, представляем чек-листы главы города. Смотрим также не только сроки выполнения, а именно культуру выполнения работ. Это очень важно. Безопасность работы, чтобы была огорожена, чтобы гражданам было удобно. Кстати, про удобство. Ремонтные работы проводятся с сохранением горячего водоснабжения. Для этого потребителей переподключили. Также к отопительному сезону готовят теплосети и в других частях города. Полтора миллиарда мы вкладываем в этом году в ремонтную инвестиционную программу. Меняем 46 участков тепловых сетей. Это 36,5 километров вместе с текущим ремонтом. Если сравнивать с 2018 годом, сейчас ремонтов производится в 4 раза больше. Поэтому все чувствуют, что в зимний период, по крайней мере, длительных отключений или отключений с большой зоной у нас все меньше и меньше. Что касается объекта на Георгии Исакова, участок трубопровода практически заменен. Плановый срок окончания работ – 25 июля. Однако пока ремонт идет с опережением графика. Ирина Корчагина. День с толком. Отдать в добрые руки. Барнаульские общественники просят найти юбилейному парку хозяина. Такое письмо направили губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Они уверены, помочь зеленой зоне оставаться благоустроенной возможно лишь в том случае, если руководить парком будет фонд имущества края. Почему территории, по мнению общественников, нужен хозяин и как выглядит парк сегодня, расскажем в сюжете. Благоустройство самого большого парка Барнаула продолжается. На сегодняшний день в юбилейном приступили к строительству тротуаров и разных площадок, в том числе и бывшего танцпола. Вот только стройматериалы, говорят местные жители, потихоньку растаскивают, а уже сделанное портят. Объекты без охраны – приманка для людей с низкой социальной ответственностью. Неделю назад примерно приехали люди какие-то, спилили деревья, побросали их, то есть там вертикально кое-какие стоят, то есть довольно травмоопасно, что может на голову кому-то упасть. Вот мы своими силами не можем это все распилить, скажем, утащить куда-то, вот, поэтому нужен хозяин, чтобы за этим следил. У меня появился ребенок, и мы решили, что это оптимальное место, где можно гулять, где нет ветра, где хорошая экология и так далее. Поскольку статус заброшенного места был, очень много было маргиналов, то есть здесь и вечеринки алкогольные и так далее, и тому подобное. И многие просто боялись сюда приходить. Чтобы спасти зеленую зону, общественники решили обратиться напрямую к губернатору. По их мнению, профинансировать благоустройство и сохранить парк в приличном состоянии сможет только Краевой имущественный фонд. Потому что парк Изумрудный находится в их ведении. Вот, и в каком состоянии они сейчас держат этот парк, это очень здорово. Но у них есть техника на сегодняшний день, которая им, в принципе, бывает нужна очень мало. Они купить купили, то есть они свои функции уже выполнили, и сейчас она не нужна им. А вот нам бы она здесь уже в парке, вот в юбилейном, пригодилась. Планов у общественников много. Высадить около 500 деревьев, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие объекты. Вот только средства в нужном объеме получить, говорят, активисты не смогут. Должна быть какая-то дирекция, которая бы писала заявки на финансирование, которая бы осуществляла работы по парку, которая бы отчитывалась за эти федеральные средства. Сейчас практика такая, что финансирование общественных пространств идется из консолидированных бюджетов. То есть что-то город, что-то край, что-то федерация. В прошлом году общественная организация «Планета», в которой и состоят общественники, выиграла президентский грант на благоустройство парка – 500 тысяч рублей. После этого подключились и другие барнаульцы. В народном голосовании свой голос за дальнейшее развитие юбилейного отдали почти 12 тысяч жителей. После чего юбилейный вошел в список участников нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реконструкцию выделили 82 миллиона рублей. Теперь общественники просят неравнодушных поддержать их инициативу, подписать петицию, чтобы у парка появился хозяин. А значит и достойное будущее. София Яценко, Дмитрий Денисов, День с толком. 8 июля в России отметят очень трогательный и светлый праздник – День семьи, любви и верности. Семье, как традиционной ценности и оплоту страны, в последнее время на высшем уровне уделяется особое внимание. Самому празднику присвоен статус официального, а для супругов, которые живут вместе много лет, хотят учредить поощрение, единовременную выплату. Мы тоже решили поддержать семейную тенденцию и ежедневно на этой неделе рассказывать о парах, для которых в приоритете семейные ценности. И наш следующий сюжет о молодой чете врачей. Молодая пара Артем и Наталья. В браке уже 4 года. Оба трудятся в одном медицинском центре. На работу идут, держась за руки. Так они выражают и любовь друг к другу, и поддержку перед нелегкими дежурными сменами. Это в пятницу у нас. Артем работает в отделении, где тяжело находиться даже видавшим виды в медицине журналистам. От стонов детей в реанимации становится жутко и, кажется, голова совсем не соображает. А молодой анестезиолог, спасая юных пациентов, вот уже 5 лет проводит здесь большую часть жизни. Видит и страдания, и смерти. Благо, всегда есть поддержка. Любимая супруга тоже медик, поэтому понимает все без лишних слов. С учетом довольно стрессовой профессии, иметь дома понимающего, любящего человека, хотеть возвращаться домой. Да, для меня это важно. Правда, обсуждать рабочие моменты дома стараются по минимуму. Куда важнее, говорит Наталья, постараться отвлечься, отдохнуть, чтобы снова быть полезными для пациентов. Где молоточек у нас? Не волнуйся. Наталья убеждена, для супругов, которые имеют стрессовую профессию, лучше трудиться в одной сфере. Когда женщина дежурит и не бывает дома сутками или задерживается на работе с утра до вечера, то, ну, мне кажется, мужчина не врач, и особенно не врач, который не работает таким же образом, он ее не поймет. Но независимо от сферы деятельности, говорят медики, главное в отношениях – любовь и взаимное уважение. Супруги надеются, что профессия в определенной степени закалила их характер, и любые сложности они преодолеют вместе. До гроба. Ну, в смысле, на всю жизнь. То есть у нас второй такой? Да. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. День спортивного журналиста накануне отметили на Грибном канале. В заплыве на лодках «Драконах» соревновались представители самых разных СМИ, Алтапресса, сообщества «Барнаул-22» и, конечно, сибирской медиагруппы. Всего с десяток СМИ, не считая пресс-секретарей и педагогов алтайских журналистов «ИЗАГО». Анастасия Наборщикова не попала в сборную СМГ, зато оказалась в лодке сборной журналистов. Кстати, вернулась она с медалью и готова рассказать все подробности. День спортивного журналиста. Вот вам повод, чтобы увидеть сразу полсотни алтайских корреспондентов на Грибном канале. Шесть команд соревновались за плов и медовик, поэтому к делу подошли серьезно. Коллеги из Алтапресса тоже. Она все сказала за нас. В общем, мы отдуваемся за нашего спортивного журналиста, который уехал в командировку к своим коровам. Как часто гребете? Первый раз в жизни. Печатники и радийщики сибирской медиагруппы команду назвали «Бешеные огурцы». Тактику ребята утвердили на берегу, плыть задумали технично. Огурцы летят вперед, нас победа точно ждет. Водка и лодка совместимы, главное с огурцами дружить. Вот так телеканал «Толк» попала в лодку сборных журналистов. Талисман команды «Собака Чуня» оказалась самым опытным пловцом. Плавает она лучше, чем я. Если кто-то упадет за пределы лодки, она будет вытаскивать, спасать. Собака-спасатель у нас. Все, мы не боимся ничего. Мы в безопасности. Вторая древнейшая станет первнейшей. После первого тура главным претендентом на победу стал ЦУР. Следом плыли еще три команды. В финал прошли «Драконы» и «Водка». Ну что, первый заплыв за нами. Мы не отдыхаем и разминаемся сразу к победе на второй заплыв. Финал оказался нецензурным. После 300 метров бобры начали отставать, а водка повышать градус накала. Оттого сборная журналистов изобрала золото. Проплыв полкилометра за три с половиной минуты. «Драконки на столе, ветер конец окном, тихой морю». Это было нелегко, потому что у журналистов действительно тысяча дел. Они работают в субботу, воскресенье, вечером. И собрать так много людей, а сегодня здесь, наверное, около 60 участников, было неимоверно сложно. Но я очень рад, что все приехали. Итоги подведены. Мы выиграли, да, сибирская медиагруппа проиграла, но толк смог забрать первое место. В команде сборной журналистов никто и никогда не плавал с веслом в лодке. Но это не помешало корреспондентам. Барнула-22, нашего города, Алтайска, правда, а еще фотокорреспонденту, политтехнологу. И не только. Взять первое место. Так что известная фраза «Как ты лодку назовешь, так она и поплывет» уже не актуальна. Анастасия Наборчикова, Алексей Физин. День с толком. Народные песни, игры и, конечно, национальное блюдо чак-чак. Все это можно было увидеть и попробовать на татаро-башкирском празднике Сабантуй, который отмечали в Барнаульской лесной сказке в минувшие выходные. На праздник съехалось около 10 народных коллективов из разных регионов страны. И еще сотни гостей приехали увидеть своими глазами культуру самобытного народа. Слово передаю моей коллеге Валентине Аскеровой. Душевные песни, народные танцы, колоритные лица. Несколько лет татары и башкиры не могли с размахом праздновать свой национальный праздник Сабантуй. Мешала пандемия, а вот сегодня, спустя два года, в Барнауле вновь звучат шикарные голоса татаро-башкирских певцов и коллективов. Он древний праздник, издревле. Раньше праздновали по окончанию пассивных работ. Праздник плуга Сабан, это плуг Сабан, туй, туй, как было. Ну, праздник, свадьба вообще-то, прямой перевод. Ну, так переносно уже. Праздник плуга. Здесь очень весело. Здесь столько конкурсов, столько песен, столько игр. Выступают все, все с городов приезжают. Мы видимся с друзьями нашими, с других городов, потому что у нас очень много знакомых с других городов приезжают. На Сабантуе съехались татары со всего Алтайского края. Для них и всех гостей праздника поют именитые артисты из республики Тарстан, а также творческие ансамбли из разных регионов нашей страны. К нам приехали гости из Омской и из Кемеровских областей. То есть приехало несколько коллективов. Они представят сегодня свои номера творческие, они также будут активно участвовать в программе и в концертной, и в праздничной, и в игровой. К нам приехали артисты из республики Татарстан. Это народная артистка республики Резида Тухватулина. Вот. И певец-исполнитель Фарид Фейз-Драхманов. Раз, два, три, начали! Битва на бревнах, борьба на руках, игра на скорость с коромыслом. Программа праздника, как всегда, богатая и насыщенная. Принять участие в конкурсах мог совершенно любой гость. От желающих не было отбоя. В списке даже самые юные. Праздник хороший, очень-очень интересные песни тут поют. Я участвовала в разных конкурсах. Потом я с закрытыми глазами пытался отрезать приз, и у меня получилось. В краевой столице Сабантуй празднуют уже 26-й раз. Как отмечают организаторы и сами участники, праздник уже давно стал межнациональным. Его празднуют по всему миру. Как в крупных городах, так и в самых отдаленных и небольших селах. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok